Здравствуйте, меня зовут Аня Сея и сегодня я расскажу вам об амбре в парфюмерии. Многие люди, которые только начинают интересоваться парфюмерией, бывают часто озадачены тем, что же такое амбра. На самом деле, амбровый аккорд, который часто называют амброй, или китовая амбра, которую в русском языке также часто называют амброй, это два совершенно разных понятия. В английском и французском языках такой путаницы нету, потому что эмбр это по-английски янтарь, и это слово обозначает амбровый аккорд в парфюмерии, а анбергри по-французски это серая амбра или белая амбра. Это уже продукты жизнедеятельности китов, кашалотов, которые используются в парфюмерии для продления стойкости ароматов. Существуют также семена амбреты, но это еще один, третий, другой материал, и мы сейчас не будем его обсуждать, потому что он не так широко распространен в парфюмерии. Для начала давайте поговорим об амбровых нотах. Во-первых, стоит сказать, что не существует никакого амбрового эфирного масла. Несмотря на то, что янтарем, эмбр, часто, раньше, я не знаю, может быть сейчас, тоже кодили в церквях православных, в Прибалтике, ввиду отсутствия настоящего ладана, он практически не имеет аромата, потому что в типичном быту из янтаря делают ювелирные украшения и поделки, а не используют его в парфюмерных целях. Поэтому я предполагаю, но я не знаю наверняка, что этот аккорд был назван в честь этой драгоценной смолы, только не за аромат, а за свои теплые, согревающие, обволакивающие смолистые свойства, потому что внешний вид янтаря действительно ассоциируется с амбровым аккордом в парфюмерии. Сама идея об амбровых ароматах появилась в конце 19 века и практически сразу же породила целый ряд ароматов, в которых смолистые нотки ладанума сочетались с ванилью. В современных амбровых ароматах этот аккорд может быть представлен сочетанием ванилина с бензином или стироксом, или вовсе этот аккорд может быть представлен синтетическими веществами, даже многие производители парфюмерных ингредиентов сейчас выпускают просто готовые амбровые базы. В общем, амбровыми называют теплые, сладковатые, смолистые, согревающие восточные ароматы, с ванильной, слегка может быть даже животной или кожаной ноткой. А теперь давайте поговорим о том, откуда взялась китовая амбра. Это такое вязкое, воскообразное вещество, которое образуется в желудке у кошелотов, когда они проглатывают что-то неподходящее, непригодное им пищу. Подобная жемчужина, которая в раковине, когда в нее попадает песчинка, постепенно образовывается из выделений этого же моллюска. Амбра образовывается в пищеварительном тракте у кошелотов и затем у самцы кошелотов. Почему-то амбра вырабатывается только у самцов, она выходит естественным образом в море или ее находят внутри животных, выброшенных на берег или убитых во время китобоя. В свежем состоянии, если ее прямо вот достать из кишечника кошелота, у амбры довольно отвратительный фекальный запах с морскими нотками, поэтому такая амбра никогда не используется в парфюмерии. Самой ценной считается амбра, которая плавала по поверхности моря больше, чем несколько лет, даже, наверное, десятки лет, и под воздействием морской воды, воздуха и солнца она покрывается белым налетом и приобретает такой специфический сладковатый животный запах. Поэтому амбра называется черной амброй, серой амброй или белой амброй в зависимости от степени ее возогревания. Чем старше амбра и чем выше она по качеству, тем ее цвет светлее, поэтому у одного этого же вещества может быть несколько разных названий в зависимости от качества и сорта. Эту самую качественную амбру, облагороженную морским воздухом и солнцем, как правило, находят на берегу. Это безумно дорогой парфюмерный ингредиент, и сейчас практически вся амбра, которую вот так вот находят, используется именно в парфюмерии. А в США продажа амбры, даже найденной на берегу, запрещена с 1973 года, поскольку она напрямую связана с вымирающим видом животных. Конечно, сейчас уже изобрели множество заменителей амбры, но парфюмеры, как правило, по традиции отдают предпочтение натуральной амбре из-за ее незаменимых природных уникальных свойств. При условии натуральности оба компонента являются замечательными природными фиксаторами, но их действие немного различается. Серая амбра не сообщает компонентам свой аромат, она просто отдает им легкий оттенок и фиксирует все компоненты парфюма. Амбровые ноты работают как фиксатор, потому что амбровые ноты состоят в основном из смол, а смол являются природными фиксаторами, то есть базовыми нотами, которые закрепляют весь аромат. Но при этом амбровая база сообщает аромату всю свою округлость, мягкость, гладкость, смолистость, ванильность и делает аромат более округлым и гармоничным. В средние века существовало множество легенд о происхождении китовой амбры. И неизвестно почему, ведь китобоем люди промышляли много веков назад и, вероятно, находили ее в кишечнике у кашалотов, но почему-то все легенды об амбре, средневековые и древние, и даже практически современные, они довольно несуразные и странные. Мне удалось найти в интернете несколько древних теорий возникновения серой амбры. Эти все теории из книги Александра Григорьевича Юрченко, Марко Полу, записки путешественника. Если вам интересно почитать об этом подробно, пожалуйста, найдите эту книгу, я думаю, вам будет интересно. Зуроастрийские сказания, согласно этой книге, гласят, что серая амбра – это испожнение трехногого осла, который стоит среди моря Фрах-Вкарт. В шестом плавании Синбада-морехода, спасшиеся после кораблекрушения, обнаружили на берегу удивительное. Сейчас я вам проецитирую. Был на острове полноводный ключ из особого вида амбры, который из-за сильного жара солнца текла, как воск, по берегам ручья и разливалась по берегу моря. И выходили из моря звери, глотали ее и погружались с нею в море. И амбра согревалась у них в брюхе, а потом они изверкали ее изо рта в море, и амбра застывала на поверхности воды, и ее цвет и вид изменялись. И волны выбрасывали ее на берег моря, и путешественники и купцы, которые знали, что такое амбра, собирали ее и продавали. Что же касается чистой, непроглоченной амбры, то она течет по берегам этого ручья и застывает над ней его, а когда восходит солнце, она начинает течь и оставляет после себя по всей долине запах, как от мискуса. Когда же солнце уходит, амбра застывает. И к этому месту, где находится сырая амбра, никто не может подойти и не может туда добраться, так как горы окружают этот остров, и никто не в состоянии до них дойти. Жители Сирафа считали, что будто амбра растет на дне моря, а штормом выбрасывает ее на поверхность. И даже знаменитый врач Ибн Сина, также известный как Авиценоч, считал, что амбра, как полагают, бьет ключом из источника, находящегося в море. Утверждение, будто это морская пена или калу некого животного, далеко от истины. Один человек, которому я доверяю, рассказывал мне, что в юности он бывал на море и совершал путешествия по морю. Он говорил, «Я прибыл в один приморский город, называемый по-тамошнему Бухах. Наступил расцвет. Я находился с несколькими людьми на берегу моря. Когда морские волны выбрасывались на берег, мы находили куски амбры различной формы и окраски. Кто-то из нас опережал других и хватал их, тому она и принадлежала. Я спросил обитателей тех стран об этом явлении и его причине, и они сказали, «Таков обычай этого моря так бывает всегда во многие часы дня. Выбор. Лучшая амбра серая, крепкая, салахунская, за ней идет синяя, потом желтая и самая скверная черная и подделывает ее гипсом, воском, ладаном и мантом». Мант – это черная плохая разновидность амбры. Мант часто находят в желудках рыб, которые пожирают его и издыхают. И эти мифы о происхождении амбры далеко не единственные. В этой же книге я читала мифы о том, что каждый, кто покупает на острове амбру, не может уплыть из этого острова и возвращаться снова в порт и другие совершенно безумные теории о возникновении амбры и о ее магических свойствах. Ну и на десерт я бы хотела рассказать вам легенду о создании аромата Dior Dior Essence, которую в одном из своих интервью рассказал парфюмерный критик Лукатурин. Однажды Кристиан Диор пригласил Гера Пэра на ужин и попросил его создать для парфюмерного дома Dior новый аромат, напоминающий другие ароматы Dior, но с животными нотами. Гера Пэра сразу же принялся за работу, но все его попытки соединить несоединяемые тогда еще приводили совершенно к неудовлетворительным результатам. Так случилось, что во время его работы ему позвонили и предложили проверить качество партии серой амбры, которая находилась в Лондоне. Он сразу же вылетел в Лондон и пошел к торговцу амброй. Кусок амбры ему понравился. Для того, чтобы проверить качество амбры, нужно потереть от нее ладони, а затем потереть их вместе и понюхать аромат, который уже исходит от ладони. Гера Пэр так и поступил. Это оказалась очень хорошая амбра и такой огромный кусок амбры был замечательной находкой, поэтому он сразу же сказал, что амба подходит и что они ее покупают. Он пошел помыть руки и сразу же собрался возвращаться в аэропорт, чтобы улететь обратно. Но в самолете он случайно понюхал свои руки снова, и он осознал, что смешение запаха амбры с тем кусочком мыла, которым он помыл руки, запах которого остался у него на коже, это именно то, чем должен пахнуть аромат Dior Essence. Как только он прилетел обратно, он сразу же позвонил в Лондон, он позвонил тому купцу амбры, чтобы он срочно прислал ему тот маленький обмылок из туалета, которым он помыл руки, в качестве образца для создания нового аромата для Dior. По невероятному стучению обстоятельств, это оказалось мыло с ароматом Miss Dior. Так и получилось, что великолепный седевр Dior Essence был создан благодаря такому невероятному совпадению из ароматов Miss Dior и аромата серой китовой амбры. Если вам интересно было узнать об истории серой амбры и амбровой базы, и различия между этими двумя понятиями, пожалуйста, жмите лайк, подписывайтесь на мой канал и оставляйте под этим видео свои комментарии. А я желаю вам прекрасного дня и самых лучших ароматов. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok